когда бы грек увидел 30 международный фестиваль современной хореографии витебске то отказался от танца знаменитой федры старинном многоярусном театре российская газета коммерсан деле к слову говоря несколько лет назад отметила в современном танце москва идет сразу за витебском а город как никогда ритмичен в ноябре в этот раз северная столица беларуси собрались хореографы более чем из 20 стран мира короче говоря от кармен киев модерн балета до самозванца панфиловцев москва москва м 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 Необычайно интересно, потому что даже когда ты переписываешься с балетом «Прельжака» или в жазе «Балет Монреаль», или с тем же «Стронгреном», вот с такими светилами уже одно это поднимает настроение, ты чувствуешь свою значимость не личную человеческую, а то, что фестиваль знают, уважают, хотели бы, и все уверены, что обязательно приедут. 30-летие фестиваля в этом году, и история уходит во времена моей юности, когда я училась в Ленинградском институте культуры. Я приехала с сессией домой в Витебск и решила, что мы будем делать фестиваль «Брейкданс». Идея оказалась хороша, потому что она овладела массами. Мы отмели шоу и популярный танец, мы оставили номинацию «Ардэнс», которую потом для себя начали открывать. Всегда ищу настоящее искусство. Вот были всплески настоящего искусства. Учитывая, что это педорусский конкурс, вот я могу сказать, что это уже очень хорошо. Я уверен, что на втором туре эти работы останутся лучше, и они прозвучат еще раз по-другому. И для зрителей, которые будут в зале на втором туре фестиваля, этим зрителям предстоят замечательные открытия эмоциональные и очень хореографические. У меня так сложились обстоятельства, что я оставила этот номер как хореограф, и исполнительница, которая должна была танцевать на этом фестивале, к сожалению, по состоянию здоровья приехать не смогла. Но поскольку заявка была подана, я человек творческий и с большим энтузиазмом решила попробовать поучаствовать самостоятельно. Фестиваль пригласил нас именно с этим спектаклем. Времена года стали нашей визитной карточкой. Мы предлагали несколько спектаклей на выбор, и художественное руководство фестиваля пригласило именно этот спектакль. Свою работу я привезла первый раз. Вот в прошлом году мы заявлялись в международные. Мы всем Гомерем не прошли. А до этого я ездила только как исполнитель. Но в прошлом году это был самый лучший фестиваль, потому что я приехала все равно по платной аккредитации. И ты не волнуешься, ты наслаждаешься всем, что есть. И это был лучший фестиваль для меня. Много людей, которые долго танцуют в современной хореографии, утрачивают именно вот это зерно. Зерно ребенка, которое... Ну, чему-то по-новому удивляться каждый день, чему-то какую-то самую светлую энергетику. Но когда ты танцуешь 25-й спектакль, достать из себя что-то настоящее. Мне кажется, на каждом фестивале есть что-то такое, и кто-то вот приезжает. Если даже, может, мне не очень нравится там балет на сцене, то как он везет там мастер-класс, как он приходит к людям и дает им свои знания, поражает с одной стороны, да. С другой стороны, приехали к нам из Швеции. Ну, сейчас уже не помню, это было давно. Уже когда мы перешли в категорию конкретного современного балета, модерн, другие вот такие вещи, не шоу. И приехала к нам хип-хоповская брейковая группа, которая нас поразила своими мозгами. Настолько глубина была сильная, что мы просто все вышли из зала и удивлялись. КОНЕЦ Я в этот дворец пришел практически... Мне 35 лет в этом году будет, и я с 5 лет танцую. Получается, что моей танцевальной и хореографической деятельности 30 лет столько же, сколько и фестиваля. То есть как только я пришел в 5 лет в этот дворец танцевать, начался не то чтобы с меня, но просто в этот момент начался фестиваль современной хореографии. Для нас фестиваль это в первую очередь тусовка. Ты можешь быть средненьким таким исполнителем, но если тебе хочется о чем-то говорить, и у тебя мозги в этом ключе работают, то ты начнешь это делать. Если тебе нравятся другие вещи, пожалуйста, танцуй. То есть развивай свое тело, развивай в себе другие вещи. Мы летим на самолете в 2 часа и в 8 в автобусе. То есть путь, конечно, нелегкий, но... Важно общение с людьми, которые мыслят творчески, мыслят танцем, говорят танцем. Вот мы и ехали с этой целью. С целью поучаствовать, поработать на прекрасной сцене. Я как бы не очень много была здесь на фестивале. По-моему, один раз я была как участник. Один раз, может быть, даже два, я уже не помню. Потому что это было очень давно. Это был то ли 97-й год какой-то. И был полнейший дизастер для меня и для моей компании. Хотя после этого дизастера мы здесь же, внизу, в круглом зале, придумали название следующему спектаклю, который как бы был началом именно моей компании. У нас после этого был тур в Нью-Йорке. То есть это было очень важно для меня. Я была зрителем, просто аккредитованным. Я была балетмейстером, участником конкурса. Я была членом жюри. Я была членом экспертного совета. Первый раз я приехал в 2000 году. Вот. Ну а так, конечно, немного. Это четвертый раз. Ну, дух остался. Дух того, что, опять же, это не просто все-таки фестиваль, где показывают какие-то свои очередные работы, даже хорошего достижения. В этом есть такое противостояние коллективов. КОНЕЦ Здесь достаточно много людей, я так скажу, разных конфессий в хореографии. Современный танец тоже имеет какие-то подразделения. Кому-то ближе модерн, кому-то джаз, кому-то контемпорий, кому-то экспериментальный танец, кому-то перформанс. Поэтому здесь люди, я думаю, настраивают себя на диалог с танцовщиками. Если он состоялся, то, значит, все хорошо. FMC для меня фестиваль – это место, вообще, где я выросла, где я познакомилась с понятием современной хореографии, где я испытывала поначалу шок культурный. В каждом открытии или закрытии фестиваля выступают наши солисты и танцуют какие-то номера, и современную хореографию. Вот на открытии этого фестиваля мы танцевали «Дон Кихот», но в достаточно необычной трактовке. Там по ДД танцевало три пары. Это нас принуждает к поиску каких-то изюминок, которые мы можем здесь показать, которые здесь будут уместны. А фестиваль, конечно, нас подпитывает тем, что мы смотрим, несмотря на то, что здесь в основном молодежь, а ведь мы тоже учимся. Отобрали двадцатку, которая все разная, но она примерно на одинаковом уровне. То есть кто-то там… У кого-то исполнители лучше, да? У кого-то там отшлифовано все в каких-то деталях, у кого-то еще что-то. То есть… И это такой неоднозначный конкурс. То есть по мне любой конкурс – это очень субъективная вещь. И кто там пройдет финал, кто там что-то займет. Это исключительно стилитическое предпочтение жюри. Это родной. Мы выросли здесь. Мы здесь состоялись как танцовщики и были признаны белорусским зрителям. Жене уже сколько нет. Балет существует. Они очень трепетно. Вот мы уже только поздоровались сейчас, обнились. Они говорят, что-то у вас тут меняется. Все так становится красиво. Наш родной дом. Я говорю, как мы вам рады. Они говорят, а как мы вам рады, если бы вы знали, как мы рады, что мы приедем. Они не представляют ни года, чтобы они не были здесь. А мы без них тоже не представляем жизни. Это наше все. Могу заявить совершенно однозначно. Нет ни одного коллектива не было за историю АФМС, чтобы его не признали здесь. И вдруг он где-то стал обладателем гран-при, там получил золотую пальмовую летев, а в Витебске на него не обратили внимания. Вот все, кто вы сегодня наберите в интернете, там топовые коллективы театра современного танца, на сайтах этих театров среди их регалий, наград и вообще творческого резюме вы найдете лауреатство в Витебске в каком-то либо году. Все началось в 87-м году прошлого века с брейк-данса. «Переломным» стал 1991-м с появлением на фестивале Николая Огрызкого и его свободного балета. Судьбоносное знакомство с Евгением Панфиловым 93-й, 94-й, 96-й. Претендуя на создание и поиск новых форм, фестиваль замер. Ибо что может остановить дело твоей жизни? Рождение новой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В России такое фестивальное движение появилось значительно позже. Поэтому для нас, как для представителей российского современного танца, российской современной хореографии, очень важно приезжать сюда, следить за историей фестиваля, встречаться с коллегами и так далее. Когда совершенно не было денег, фестиваль можно было закрывать, появлялся Панфилов. Не появлялся Панфилов, а Панфилов говорил, так, ребята, все, я еду без вопросов, я все это проплачу. И все это самое. Артисты мои любят вас. И ты наша звезда, наша любовь. И наше все. Я не представляю себя, если бы у нас не было Панфилова и его балета. Наш фестиваль очень много бы потерял, конечно. Здесь на самом деле очень много ребят, которые выросли вместе с этим фестивалем. То есть, вот я даже по себе могу сказать, я помню мальчика, я не знаю, как его зовут, в театре-студии Дина Юрченко. В 2013 году он такой был, ну, просто там где-то в третьей линии стоял. Вот через пять лет я приезжаю, смотрю его, он же в первой линии, он же солирует, такой окрепший мужик, красивый. Я всегда считал, что это лучший конкурс на постсоветском пространстве, а может быть и не только. Это очень прогрессивный и глубокий, в то же время модный, очень интересный и многогранный авангардный конкурс. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я могу однозначно сказать, что мы приехали сюда первый раз с восьми русскими песнями, да, то есть это, наверное, был где-нибудь год 97-й. Столько воспоминаний нахлынуло, необычных, и вообще как все, с чего начиналось, как все это складывалось, из чего, из каких людей. Столько людей прошло замечательных. Ну, это невероятно. 30 лет. Лет 10-15 назад, когда шел только разговор о том, что же делает, делается в современной каллиграфии Беларуси, нам приходилось иногда и вытаскивать кого-то на какие-то места, чтобы дать какой-то импульс, семена посеять, чтобы появились люди, которые горят этим, когда они, может быть, и не давали таких высоких результатов, но они были фанатами в этой ситуации. И вот сейчас я с удовольствием, уже не первый год, констатирую, что семена проросли, уже очень серьезные всходы, и все члены жюри не первый год подчеркивают, что белорусские конкурсы, а у нас конкурсы идут один год международный, один год белорусский. Белорусские конкурсы находятся на международном уровне. С 95-го года я приезжаю на этот фестиваль. Я приехала просто по личной аккредитации сюда, даже не как представитель хореографии, а просто для того, чтобы посмотреть, что же происходит в самом деле здесь. И я убедилась, что Юлия Михайловна даже не то, что преувеличила, она даже преуменьшила значение этого форума. Ты имеешь возможность пообщаться с людьми, которые легенды разные в своих направлениях, в каких-то своих сферах. И ты в центре этого процесса. Стали приезжать коллективы, которые отличались по жанру, по мыслям, по идеям. И потом еще более серьезные, еще более интересные. И так очень здорово получилось, что это было своего рода воспитание. Когда ты от букваря условно приходишь к чтению философских книг. Единственный год, когда фестиваль не проводился, 95-й, он связан с человеческим фактором. Марина Романовская в этот год родила сына. И нам просто был не до фестиваля. Приелся самый главный фестиваль в жизни. Если бы ты смог объяснить что-либо словами, не было бы смысла станцевать это, выражаясь стихами «Ветер танцует, танцует море, танцует глубокое я, и в этом пластическом вздоре есть философия я». Впрочем, танец кузнечика полный бред с точки зрения бабочки. Субтитры создавал DimaTorzok Есть часть публики, и подозреваю, что гораздо больше, чем 50%, которые, выйдя из зрительного зала, говорят себе, что я недопонял, вот вроде бы что-то я почувствовал, но объяснить, что как, что называется, не случилось. Но здесь опять-таки только ваш зрительский опыт. потому что, если вы судите по живописи, видя ее только на обертках шоколадных конфет, и если вы рассуждаете, хотите рассуждать о современной музыке, а при этом слушаете только блестящих, шипящих, свистящих и так далее, то вряд ли вы будете разбираться с современным искусством вообще, и с современным танцем чем более. У нас менталитет славянский, мы по-другому мыслим, по-другому думаем, по-другому видим и по-другому чувствуем, я думаю. Чем больше ты принимающий, ну вот как-то открытый, тем глубже в тебя заходит, или, например, не заходит. То есть тогда, когда ты готов принимать, все, не расставляя сразу какие-то ярлыки, ой, это мне не нравится, он как-то криво поставил ногу, я ничего не понимаю, все, до свидания. Ну ты же перешел в зал, значит, нужно практиковать принятие. Контемпорари – это тот стиль, который подчеркивает индивидуальность. Контемпорари – это прежде всего индивидуум. Номер создавался как? Была идея, была предложена руководителям идея, выбрана музыка. Музыку писали нам под наш уже номер готовый, замечательные музыканты. Вот, мы импровизировали, и руководитель Сергея Пырков, он говорил, что хорошо, что поправить, что плохо, что поменять. Вот, поэтому больше как перформанс получается, как готовый продукт из импровизации. С каждым годом приезжают молодые, молодые, молодые. Это фестиваль молодежи. Я, во-первых, стараюсь быть понятной, я стараюсь уделять немало внимания своего и драматургии, и режиссуру в номере. Бывали вещи, которые непонятны людям, но эти люди, как правило, были очень далеки в принципе от современного искусства. То есть, когда приходит человек с улицей, абсолютно вообще никак, ни во что не глядя, и так как говорит, где Золушка, которую должен обрять принц, и они должны пожениться. То есть, все должно быть вот так видно и банально. Нет. Субтитры создавал DimaTorzok Если бы все было понятно с 87-го года, сюда бы больше никто не приехал. Белорусские хореографы очень быстро учатся. Наверное, это вообще черта, присущая славянскому народу. Мы очень быстро учимся, но в этом ищем какой-то свой путь. И я считаю, что белорусские хореографы в этом преуспели. Исполнитель обязательно должен думать о том, что остается в зрителе. На каком бы языке он ни говорил. Модерн, джаз, пластика, теневой театр, фейерверк, шоу, они все равно задумываются, что получит зритель. Иначе, ну иначе, зачем я туда выхожу? Есть такие уже глобальные метафоры, жизненные, да, там, жизнь это там восхождение, да, жизнь это какая-то история, жизнь это борьба разная, да. Но мне кажется, что в нашем случае жизнь это танец, вот именно танец, и танец во всех его проявлениях. Потому что человек, когда танцует, занимается хореографией, он показывает себя с разных сторон. Музыка Музыка АПЛОДИСМЕНТЫ Есть люди, которые фанатично преданы именно этому направлению. Для людей, не интересующихся хореографией, а просто думающих, это еще один спектр, над чем можно подумать и повыразиться в искусстве. Чем дальше в лес, тем больше дров, чем дальше, ты больше не знаю. Я как бы заметила даже в любом каком-то своем мастер-классе или воркшопе, или даже когда я работаю со своими студентами, ну как бы ежедневной какой-то практики, и заметила за собой какую-то всегда рефлексию, а я не знаю, а я не знаю, а я не знаю. Может быть, это их наоборот удивляет, потому что чем дальше, ты чем больше не знаешь. Когда-то я увидела Йо Стромграна здесь, и я после этого стала его фанаткой, ну просто, ну как фанаткой, у меня много людей, к которым я очень подключаюсь. Я называю их своими учителями, хотя мы даже не знакомы, например. Это мой учитель, хотя он об этом не знает, но я у него учусь. Вот. Я помню, что я выпала из реальности на три дня и пошла в тот же вечер танцевать босиком на снег. Современный танец на сто процентов не может быть понятен, потому что здесь очень много какой-то внутренней работы. Ну, вы можете принести там какие-то свои проблемы на спектакль, и вас вот конкретно в этот момент трогает то, что делают люди. Там совпадает ваше состояние с человеком, который на сцене. Я считаю, что это комплимент. Нелепость и дичь это неплохо, это очень круто. Это нужно уметь ее делать, и совсем не все способны на это. И это очень, на мой взгляд, высокий уровень, если уметь делать качественную дичь, надо делать и уметь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Постоянная дилемма, куда двигаться. Фестиваль – это не однозначное явление, это не коммерческие гастроли. Он уже несет в себе вопросы образовательного, познавательного, ознакомительного. У него очень много внутренних задач. Мы видим только циферблат, но какой сложный механизм приводит все в действие, можем только догадываться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нету такого, что если ты прошел один год, тебя пропустят второе, третье, четвертое. Если ты сочинил что-то плохое, ну или неплохое, недостойное, скажем так, или неподходящее. Даже как подобрано жюри? Раду Поклетару, Раду Витальевичу. Он сам вообще классик, но у него Киев-модерн балет. Он человек от контемпора, недалекий, то есть он во всем этом варится. Юрий Троян конкретно классический танец, то есть основы, руководитель театра оперы и балета. Ребята, которые там из Польши, из Латвии, они совсем другую сторону современного танца видят, более такую перформативную, может быть. Мы подпитываем фестиваль своими профессиональными возможностями, своими материальными возможностями, а они подпитывают нас своими талантами, вдохновением, какими-то молодыми, очень смелыми решениями. Это прекрасно. Мне кажется, когда есть две таких составляющих, то успех будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы называем это фестивалем, но это конкурс. И дай бог, чтобы он просуществовал еще хотя бы столько же, потому что это важно. Ну вот команда создалась у нас, ну, в общем-то, ну, Глебова сейчас Александра уже нет в живых. В общем-то, нас, наверное, трое осталось с самого начала, с первого дня. Это же был другой танец, и занимались мы другой хореографией, и никогда даже, наверное, не могли подумать, что это в эту жизнь нас, сама жизнь и саморазвитие танца выльется уже вот в такую хореографию, которую мы сейчас видим. К 30-летнему фестивалю мы можем себе позволить уже такие большие масштабные балетные формы, которые, конечно, ну, зритель больше любит, когда есть декорации, костюмы и так далее. Витебск вышел на такой уровень, когда он готов, и наши гости, кто специально приезжает из других городов и Белоруссии, и России, и из-за рубежа, мы уже готовы смотреть, как я уже говорил, балеты и спектакли первого эшелона. То есть то, что соответствует высшей планке современного танца на сегодня. Играет музыка 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 Припомните последние 30 лет своей жизни. Движение по лабиринту собственной души. Открытие, разочарование, поиски, встречи. И кажется, вот-вот близка истина. Но за поворотом только следующий круг.